Увидел проблемы изнутри. Очередной велообъезд Владимира Ружицкого выявил недочеты, которые нужно устранить. На этот раз маршрут велоинспекции лежал по улицам поселка Октябрьский. Хочешь узнать проблемы города? Обойди его на своих двоих или сядь на двухколесный транспорт. Именно так изнутри глава округа изучает обращения жителей. Вопросы Владимир Ружицкий начинает решать прямо на месте, обсуждая со своими коллегами. Рассматривали, сколько таких тут домов, и если это, условно говоря, сносить и что-то строить. Состояние домов на фабричной улице оставляет желать лучшего. Здания 34-го года постройки разрушаются как снаружи, так и изнутри. Жители просят расселить старый микрорайон. Дворовая территория здесь тоже вызвала у велоинспекторов вопросы. Свои предложения высказали и горожане. И те очень много гуляют, и вот эти машины действительно очень мешают. В другом дворе на улице Спортивной напротив гулять около дома – одно удовольствие. Новую игровую площадку содержат хорошо, однако слишком высокий бордюрный камень. Препятствие для мам с колясками. И таких нюансов в Октябрьском оказалось немало. Эти недочеты можно заметить только такими земными маршрутами. Это и заброшенные гаражи, и запущенная возле них территория. Разбросанные отходы, клумбы без цветов и дорога без асфальта. Каждый выявленный недочет внесли в протокол для скорейшего его исправления. Мы сегодня ставим задачу в этом хаосе поселка Октябрьский навести какой-то порядок. Здесь много вопросов. Но я повторяю, что все эти вопросы мы знаем, и я надеюсь, что часть мы их в этом году решим. В следующем году, понятно, нужно заниматься сносом. Есть аварийные дома здесь, к сожалению, такие, они на грани аварийные. Тоже их надо сносить. Поэтому мы объезжаем, ходим, общаемся по ходу с жителями. Проводить велообъезды в выходной день стала уже традицией для главы округа и его команды. Продлятся они как минимум до конца лета. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...